Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал о Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим и размещаем большое количество аналитического контента по разным финансовым активам, где подсвечиваем средние долгосрочные ориентиры и даем возможность, друзья, вам охватить больше ассортимент торгуемых инструментов, выбрать, может быть, что-то дополнительно для себя, принять решение и провести какую-то сделку. Ну что ж, эта неделя прекрасно сложилась для всех покупателей доллара. Я рассчитываю, друзья, на то, что вы все-таки были в их числе, прислушались к моим прошлым рекомендациям, которые предполагали как раз ожидание роста доллара и снижение отдельных рисковых инструментов. Мы сделали очень много целей, но это не значит, что теперь нам придется скучать. Нет. Рынок становится все более и более интересным. Мы ждем с вами июльское заседание американского регулятора. Оно состоится через две недели. И, конечно же, если все пойдет по плану, а я не вижу причин, по которым что-то должно измениться, американский регулятор останется столь же агрессивно настроенным в плане повышения процентной ставки, что и сейчас. И при таком раскладе, друзья, мы сможем сделать еще одну цель по другому финансовому активу, по американскому фондовому рынку, в частности S&P, который мы шортим. Но цель пока еще не достигнута, хотя справедливости ради стоит отметить, что мы довольствовались сразу серьезными ожиданиями по коррекции. И, как и многие инвестбанки, ждем, что S&P скорректируется в район 3,5 тысяч пунктов. В сегодняшний день тоже скучать не придется, потому что сегодня на повестке данные по американскому рынку труда, Non-Farm Perils, блок статистики, который выйдет в 15.30 по московскому времени. Это традиционно релиз по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйства сектора, по динамике роста заработных плат и по уровню безработицы. До выхода данных по американскому рынку труда, вниманию трейдеров, будет представлен релиз, точнее пресс-конференция, выступление руководителя Европейского центрального банка Кристин Лагард. И европейская валюта, которая продолжает активно снижаться и сейчас котируется на отметке 1,0140 в одном шаге, друзья, от политета, может все-таки добраться до уровня 1 к 1 против американского конкурента. И почему бы это не произошло, например, сегодня, либо после выступления Лагард, которая в очередной раз может подвесить решительности Европейского центрального банка и готовности регулятора также активно повышать ключевую процентную ставку, как это делают многие другие центральные банки. Если Лагард не справится с задачей еще более серьезной коррекции по европейской валюте, есть шанс, друзья, что это произойдет после выхода американской статистики по рынку труда. Потому что, судя по всему, сегодня будут не очень хорошие цифры, которые вернут на рынок разговоры о рецессии американской экономики и тем самым снова повысит привлекательность американского доллара, что притопит еще больше позиций рисковых инструментов. В частности, говоря про индекс американской валюты, 107 пунктов мы видим сейчас. Конечно же, многие предлагают и дальше работать по тренду, многие ожидают уже, что следующей целью будет 109-110 пунктов. Это уже более чем 20-летние максимумы. Возможно, даже индекс американской валюты заберется еще выше. Но мы так долго ждали, друзья. Вот эту цель 107 пунктов, что, как я комментировал ранее, сейчас позволяет мне с абсолютно спокойной душой смотреть за происходящим, даже не участвуя в этих торгах. Если вы также получили очень хорошую прибыль по росту индекса на доллара, то иногда нужно принимать решения, которые предполагают закрытие не только убыточных сделок, но и тех сделок, которые принесли хороший профит. Очень верный комментарий был от меня вчера, что всех денег, конечно же, не заработаешь. Ну а тем, друзья, из вас, кто все-таки уверен, что пока тренд развивается, нужно и дальше держать открытыми позиции, я хочу подкинуть вам несколько фундаментальных поводов, почему индекс доллара с большой долей вероятности сохранит восходящую динамику. Как я уже отметил, это ожидание повышения процентной ставки. Очень правильные комментарии от экспертов, аналитиков, скажем так, ФРБ Атланта, которые, ориентируясь на то, что второй квартал уже позади, пришли к выводу, что уже во втором квартале американская экономика оказалась в рецессии. Это верное замечание, потому что в целом мы уже шагнули в третий квартал, а статистику по второму кварталу еще не получили. Я думаю, что в втором квартале американская экономика снизилась в диапазоне от 1 до примерно 1,7%. На 1,5% она снизилась также в первом квартале. Два квартала по снижению подряд – это и есть рецессия. Поэтому я совершенно не спорю с тем, что они сказали, и допускаю действительно, что американская экономика уже в рецессии. Признаком этой рецессии является инверсия кривой доходности между двухлетними и десятилетними облигациями, когда участники рынка не верят в завтрашний день, а верят, что когда-то, примерно через несколько лет, условия будут лучше. Плохой релиз по АСМ в сфере услуг. Раньше был плохой, отвратительный просто отчет по производственному сектору. Протоколы, которые подтвердили намерения регулятора повысить ставку и подсветили растущие риски инфляции и в целом ухудшение экономических конъюнтур, в том числе и ухудшение на рынке труда. Поэтому, друзья, сегодня будет крайне интересно посмотреть за статистикой по Non-Farm Perils. Мы все ждали отчета IDP накануне, но из-за технических проблем, потом комментариев о том, что изменилась методология расчета этого показателя, в общем, статистику мы так и не увидели. Это первый раз за все время, что я слежу за статистикой, за макроэкономическими данными, а это очень много лет. Надеюсь, что сегодня нечто подобного не будет с Non-Farm. Мы получим этот релиз, который поможет нам уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики и, соответственно, понаблюдать за еще большим ростом индекса американской валюты. По оценке экспертов и аналитиков Reuters, 37 из 48 опрошенных аналитиков ожидают, что индекс доллара сохранит восходящую динамику на протяжении всего третьего квартала. Но я думаю, что у нас очень скоро будет возможность это проверить. Пока что видим те уровни, которые видим, и я еще раз поздравляю вас, друзья, с достигнутой целью. Доллар иена 135,69, ставка на рост сохраняется. Банк Япония накануне реализовал, ну, отчитался о объемах покупки облигаций за прошлый месяц и точно реализовал свое право проводить программу количественного смягчения в неограниченном объеме, потому что в экономику было влито, друзья, почти 17 триллионов иен. Это больше, чем прошлый максимум, который был зафиксирован в 2016 году, когда в экономику поступило 11 триллионов иен. Баланс Банка Японии сейчас превышает 530 триллионов иен. Конечно же, это еще один признак очевидного контраста монетарных политик и для меня убедительное доказательство того, что нужно еще держать длинную позицию по доллару иене. Золото 1740 на фоне того обвала, который идет, на фоне индекса ничных настроений Кайман, указывающий на то, что большинство продолжают покупать золото. На основании всего этого золото, конечно же, пойдет ниже. И ближайшая цель 1700 долларов за тройскую наунцию. Евро против доллара, как я уже отметил. Очень много признаков того, что снижение продолжится. Энергетический кризис, ожидание того, что на следующей неделе будет остановлен северный поток-1, который снабжает Европу газом. Неизвестно, насколько, но предварительно на 10 дней, но вчера я допускал риск, что этот газопровод вовсе никогда уже не перезапустится. Поэтому настроение в еврозоне панически. Это все выражается в снижении курса евро. Фунт против доллара 1.20. Ждем еще большее давление, особенно после отставки Бориса Джонсона. И рынок нефти 105.24 развернулись, друзья, и снова растем. Даже вопреки значительному приросту запасов нефти США, больше, чем на 8 миллионов баррелей. И новым локальным пока что ограничением в Шанхае из-за роста количества заболевших. То, что рынок переваривает этот негатив, доказывает то, что очень велика поддержка в виде дефицита предложения, которое по-прежнему не достает до спроса. Это моя основная идея, почему рынок нефти у меня остается в качестве приоритетной сделки и ожидаемого роста до 115-120 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!